Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая разговор о послании апостола Павла к римлянам, мы обратимся сейчас к 13 главе. В 13 главе апостол обращается к еще одной важной теме о том, как с его точки зрения следует жить христианину в социуме, в конкретных условиях, в конкретном обществе и конкретном государстве. И надо сказать, что эти слова апостола Павла довольно трудны для перевода и еще более трудны для интерпретации. Начинается эта глава словами, вот какими. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога». Так выражается синодальный перевод. В некоторых других версиях того же самого «всякая власть от Бога». И дальше Павел пишет «существующие власти от Бога установлены». Но надо сказать, что эта идея вызывала и продолжает вызывать большие-большие споры, потому что совершенно непонятно, во-первых, что имеет в виду апостол. Ну, то есть, нет, конечно же, понятно, но становится удивительным, а как такой человек мог написать то, что написано, и не выйдет ли нас здесь за нос. И оказывается, что если разбираться с содержанием, с мыслом того, что Павел пишет, то все оказывается совсем не так прямолинейно и не так просто. Кроме того, понимаете, за нашу историю двухтысячелетнюю мы знавали такие власти, что про них никак нельзя было сказать, что это власть, которая от Бога. Да, если мы возьмем императора Нерона или товарища Сталина, ни тот, ни другой никак не могли, не могут быть от Бога. Ну, что тут обсуждать? Да, кровопийцы не бывают от Бога. Как же так? Да, конечно, разнообразным правителям в любой, в сущности, стране, конечно, очень удобно говорить своим подданным, вот, почитайте нас, потому что мы власть, а всякая власть от Бога. Ну, я бы сказал, что это напоминает очень китайскую такую социально-политическую теорию божественного мандата. Кто захватил власть, кому удалось ее захватить, тот и, значит, имеет мандат от небес на правление. И все. Нет, никто, в общем, всерьез не будет верить, что Павел имеет в виду что-то такое. Что же тогда? Во-первых, следует обратить внимание на то, что апостол говорит о властях или о власти не как об государственной институции, каких-нибудь там силовых структурах, тронах, должностях, правах и прочей, вот, шелухе такой. Апостол говорит, использует слово экзусия, экзусия, то, что исходит из сущности. И, в общем, обычно переводится скорее даже как сила, а не как власть. Экзусия – это возможность нечто делать, когда хватает сил что-то делать конкретное. Скажем, если я попытаюсь выкопать у себя во дворе яму метр на метр, можно будет сказать в терминах 13 главы, что у меня есть власть это сделать. Я справлюсь с трудом. А вот яму 5 метров на 5 метров и 5 глубиной, у меня нет власти ее выкопать, потому что я просто с этим не справлюсь. Вот, так и здесь. Власть здесь не имеется в виду начальники разнообразные. Нет, не это имеется в виду. А имеется в виду то, что в обществе есть некая структурированность и соответствующее положение в обществе, которое занимают люди, которые могут что-то сделать. Что именно, Павел будет говорить дальше. Теперь еще один очень важный нюанс, вот какой. Он, конечно, совершенно не имеет в виду, что нет власти ни от Бога. Или тем более всякая власть от Бога. Это вранье, как сказать, направленное по мутнению разума. Это называлось при старом режиме. Это некачественный перевод, который специально сделан некачественным. Потому что в синодальную эпоху было выгодно, чтобы эти слова звучали вот так. На самом деле, конечно, Павел говорит, ну, выбирайте из двух вещей. Одна вот какая. Не бывает способности действовать и добиваться результата, в том числе в сфере социальной структуры, если это не дано Богом. Если Бог тебе не дал этой возможности, силы, призвания, то, что все в слове экзусия, в слове власть объединяется, то ничего не выйдет. Значит, если получается, то это не твое право, силу, достоинство от Бога. А более радикальный вариант, на самом деле, конечно же, перевод вот какой. Если это не от Бога, то это не власть. Если это от Бога, то это, ну да, власть, когда, значит, вот установлено Богом, кто противится, тот против установленного Богом порядка. Да, это значит, что поддержание социального порядка конкретными носителями этой власти, оно вот угодно Богу, скажем так, или исходит от Бога. То, что они могут это делать, и как-то получается. Вот, а если это не от Бога, то это насилие, а не власть. Понимаете, какая штука? На самом деле, это отчасти аналогично и очень похоже, действительно, и на историю установления царства в Израиле при пророке Самуиле. Если вот данный персонаж благословлен Богом и возливает и помазует его в царя над Израилем, пророк, тогда да, тогда он царь. А если Богом не благословлен, то он узурпатор, он может хоть весь укутаться в царский порпур, это не сделает его царем. Вот какая-то такая сложность здесь в этом тексте апостола Павла, но все же, скорее всего, он говорит о том, что именно то, что он называет властями, выполняет не свои какие-то задачи, а функции, задачи, которые исходят от Бога. И задачи эти – порядок и мир. Порядок и мир. Задачи эти – чтобы мы делали добро и не делали зло. Вот, в общем, в поврежденном мире, где, тем не менее, каждый из нас выбирает между добром и злом, Бог скорее терпит, чем одобряет, но все-таки вот такой механизм поддержания порядка через эти самые власти. И если это не от Бога, то это не власть. Вот, а если это действительно власть и функцию выполняет она, поддержание порядка, ну да, значит, заслуживает почета. Следующий чрезвычайно важный аспект этих нескольких стихов в первой половине тринадцатой главы – это, конечно, функциональные отношения апостола Павла и других, кстати, ранних христиан, Петра тоже, например, к власти как к социальному и государственному феномену. Потому что они совершенно не готовы считать эти самые власти самоценными. Они совершенно не готовы рукоплескать им по любому поводу. Как, знаете, как раз очень любил император Нерон, во времена которого, собственно, это и пишется. Чтобы, когда он где-нибудь появляется в общественном месте, в театре или там в цирке, чтобы все ему аплодировали громко, чтобы все выражали восхищение. Нерон был не одинок в этом, но другие как-то, ну, были все же более мужественными его предшественники, поэтому они не заставляли этого. А Нерон прям как КПСС, та тоже покойница, все требовала, чтобы через улицу был на каждом переулке натянут транспарант, слава КПСС. Вот. Ну, Нерону надо было натянуть транспарант, слава Нерону. Примерно то же самое. И психологическая основа та же самая. Вот. Такого рода явления социальные, даже нельзя назвать властью, это, конечно, узурпация, повторяю, направлены на то, чтобы непременно их восхваляли. Неважно, хорошие они или плохие. И обычно такого рода любящие восхваления власти, обычно результатов добиваются-то нулевых. Это само собой разумеется. Потому что обычно имеет либо место величие, либо забота об оскорблении величия. Либо то, либо другое. Вот. Так, понимаете, апостол-то говорит о том, что вот, да, существует власть. Это реально. Ну, так в жизни есть, да. И надо быть покорными. Ну, подчиняться этим властям. Покорными тоже плохое, не очень удачное слово, выбранное в качестве перевода. В синодальном. Подчиняются. И да, это от Бога исходит вот эта упорядочивающая функция. Но именно существование власти оправдывается порядком, которого она добивается. Миром. Тем, что добро поощряется, а зло, наоборот, подавляется. И для этого, говорит Павел, он все-таки, конечно, совершенно матерый антисавитчик. Для этого, говорит Павел, вы платите налоги. Не потому, что вы обязаны, а для того, чтобы, вот понимаете, современная, на самом деле, функциональная теория государства, она, конечно, вырастает из апостола Павла. Совершенно очевидным образом, очевидным, да, представление о значении граждан, налогоплательщиков. Вот все то, что мы привыкли обсуждать, когда мы говорим о современных демократических, квазидемократических или псевдодемократических государствах. Вот весь этот дискурс политологический, он, повторяю, черпает, берет источник именно в первых семи стихах 13 главы. Но, опять-таки, Павлу не очень интересно это все обсуждать. Ну, и он поэтому пишет этим римлянам, за которыми все время бдят соответствующие эти антиэкстремистские службы римской тайной полиции, как они называются, борьбы с экстремистами. Вот. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, заключает этот разговор апостол, и все, и переходит от него, потому что, ну, его читатели все время сталкиваются с этой проблемой властей, и так или иначе у них есть собственный опыт отношения к этой задаче. Да, а дальше, вот видите, апостол говорит о том, что, поразительная тоже вещь, поразительная, о том, что, в конце концов, для того, чтобы поступать по правде, чтобы поступать правильно, ну, главное, любить, не оставайтесь никому должными ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. То есть он говорит о том, что любовь, которая есть дар Духа Святого, и которая есть призвание к нам от Христа, это такой поступок, такое действие человеческого духа и сердца, и тела, и разума, в которое заведомо исполнит закон. На самом деле Павел, как фарисей, не может не видеть здесь аналогии с тем, что называют устной торой, а в Евангелии обычно называют преданиями старцев. Христос называет их преданиями старцев. Дело в том, что фарисейская концепция заключалась в том, что есть письменная тора, вот, да, она письменная, она там продиктована Моисеем, можно в экзогетической тонкости не вдаваться. И эта письменная тора предписывает, как нужно поступать, в каких случаях. Но есть что-то, что не предусмотрено этой самой устной торой или не разъяснено. Да, и для этого существует тора устная, предания старцев, возникшие, в общем, в послепленную эпоху, главным образом в фарисейской среде. И вот соблюдение этой устной торы, говорили фарисеи, заведомо будет означать, что закон соблюден. Фарисеи проповедовали в синагогах Израиля во времена Христа, что вот учитесь устной торе у учителей закона, то есть фарисеев, и тогда вы, если будете этому подчиняться, заведомо исполните закон. Сами же они считали, что они закон знают, и так, поэтому им не нужна устная тора. Они будут исполнять письменную, которая гораздо уже и конкретнее. Ну вот, и сами не желаете перстом двинуть эти бремена, тяжело недообносимые, как говорил Господь Иисус о них. И вот Павел здесь предлагает альтернативу. Причем, может быть, это даже и не к Павлу восходит идея, как гораздо раньше возникло, что на самом деле своего рода устной торой, аналогом устной торы, тем, что ты, соблюдая, наверняка исполнишь закон, является именно любовь к ближнему. Вот на разные лады апостол повторяет эту тему несколько раз, эту мысль. Любящий другого исполнил закон. Все заповеди заключаются в словах люби ближнего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, любовь есть исполнение закона. Таким образом, он чуть выше сказал, что, ну да, власти, для того, чтобы люди не делали зла, делали добро, и вообще был порядок, все хорошо, это, ну да, власти, ладно. Если это не от Бога, это не власть. Но вы, говорит он своим читателям, вы, конечно, их почитайте и будьте послушными. Да, надо. Но ваш путь гораздо масштабнее, потому что мы призваны любить, любовь есть исполнение закона, все заповеди в словах люби ближнего твоего. Поэтому ты, если так делаешь, значит, ты заведомо исполняешь закон, заведомо творишь добро, вот если только ты следуешь именно этой христовой любви к ближнему. И вот так поступайте, зная, что уже наступил час пробудиться от сна. Павел говорит в конце этой главы, тринадцатой, о том, что ночь прошла, а день приблизился. Ночь прошла, а день приблизился. И, по-видимому, он имеет в виду одновременно и Парусию, второе пришествие, и ту встречу со Христом, которая происходит в жизни каждого конкретного человека. Отбросим дела тьмы, возьмемся за оружие света, говорит апостол Павел. Обратите внимание еще на то, что, конечно, да, он говорит в первую очередь о конце времен, о втором пришествии к Христовым. Он говорит, ну вот, все, хватит уже с этими делами тьмы, обличемся в оружие света. Обычно, знаете, ну вот, христиане говорят о том, что, ах, конец света, конец света, а это будет конец тьмы, а не конец света. И для апостола это важно вот здесь. Поэтому он и говорит, приближается Господь, приближается день, время, когда мы войдем в свет. И вот поэтому нужно облечься в оружие света, и заканчивает он, в конце концов, словами, облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. Вот что для него означает войти в свет и облечься в оружие света и делать дела света. Облечься в Господа Иисуса Христа.